Ну, микрофон! Звук какой? Клип? Клипует звук-то, нет? Клиповый клипует. Так, мы уже про родики успели забыть. Как нам успеть рассказать обо всех этих прекрасных рододендронах, половина из которых пока не испытана на северо-западе, но вы обязательно должны их попробовать, потому что они прикольные. Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас репортаж из садового центра Европлант. И в гостях у нас Виктор Тропченко, ландшафтный дизайнер и дендролог. Здравствуй, Витя. Здравствуй, Андрей. Я в прошлый раз хотел, да, уже анонсировал зрителям, что мы немножко расскажем про рододендроны. Все искал хорошего эксперта, но, к сожалению, видишь, сезон начался, все эксперты заняты. Я очень рад, что мне удалось поймать тебя, чтобы хотя бы немножечко разобраться в рододендронах, потому что их очень много, они все разные. Тут и Катевбинский, и Каролинский, и Кушиманский. Пришел рододендрон Смирнова, который я так долго ждал, вот, моего имени, в честь меня названной. Вот, и я хочу немножко тебя... Стромно. Да, да. Скромность украшает, когда нет других украшений. Да, только что прошел дождь, и они все мокрые и блестящие, но, в общем, тоже... Почти как настоящие. Да. Вот с чего мы начнем? Может, мы начнем со цветающего вот этого замечательного рододендрона, который называется Мониту, со сложной-сложной-сложной гибридизацией. Да, это сложный гибрид, он внешне похож на сорта PGM, но, конечно, это совсем не сорт PGM, у него другие родители. Это рододендрон, который по разным данным имеет морозостойкость до минус 22, минус 26, минус 32 градусов. Считается, что он может потерять свои цветочные почки при минус 26, но пишут, что в Финляндии, в сугробах он зимует хорошо, тем более, что он достаточно компактный, как я понимаю, эти старые кусты, и намного крупнее они уже не будут. То есть вот здесь написано, что метр тридцать, то есть я думаю, что реально... Ну, полтора метра, я думаю, он достигнет, но вряд ли больше. Ну вот мы, к сожалению, сейчас пик цветения не заставили. Он был буквально усыпан цветками, и очень приятный, теплый розовый оттенок. Меня, честно говоря, он поразил. И, конечно, если бы я мог у себя на даче их выращивать, я бы себе взял. Просто у меня с рододендронами большая проблема. И жорсткая возвышенность, известняки, как подлежащий камень, основа, соответственно, жесткая вода. И большая часть рододендронов ведут себя, мягко говоря, печально. Ну вот сейчас все ландшафтные дизайнеры, они охотятся за видовыми рододендронами, с небольшими цветочками, достаточно бледненькими. Я так понимаю, что это модно, и вот это растение, оно как раз, наверное, идеально соответствует похожести на видовое растение. Да, да. Очень много сортов, действительно, с мелкими цветками, с небольшим размером куста, с округлой формой кроны. Вот здесь еще рядом есть видовой рододендрон, который только что расцветает. Это рододендрон ферругвинеум, рододендрон джавый. Вот он тоже должен, в принципе, себя хорошо вести в нашем регионе, и он не очень крупный. Дальше здесь уже отсвел рододендрон даурский, который вот вечно зеленый. Точнее, нет, не так. Полулистопадный. Он называется рододендрон ледебура, но в западной практике он называется как рододендрон даурский под вид вечно зеленый. То есть рододендрон даурикан суперспеции с имперверенс. То есть это не полулистопадный, это вечно зеленый все-таки? Конечно, часть листьев он сбрасывает. Как известно, вечно зеленый, это не те, которых листья никогда не падают. Понятно. Те, которые просто живут несколько лет. Также здесь есть еще один гибрид, тоже уже отсвел. Полумахровый гибрид рододендрона даурского. Эйприл Рейн. Вот здесь, видимо, остается показать только фотографию и фотографию из интернета. Это мелкоцветковые. Рододендрон ледебура может достигать высоты 2-2,5 метра. Он, в принципе, достаточно устойчив. Листья его на зиму становятся очень темного цвета, почти черного, темно-коричневые. Поэтому, опять же, это выглядит довольно интересно. И на фоне снега это выглядит странно, я бы сказал так. То есть сложно сказать, что это растение очень красиво зимой. Оно интересно зимой. Но оно их не скручивает. Как это делают в Котовбинске? Он их вот так чуть-чуть подворачивает. Да, в отличие от рододендронов с крупным листом, ну вот сейчас здесь Якушиманский, здесь сорта Котовбинского, здесь сорт польской селекции. Ярослав храбрый. Венцеслав, Вячеслав, какой-то слав. В общем, кто-то храбрый, с совершенно удивительного оттенка цветами, который, наверное, ни одна фотокамера и видеокамера передать не сможет в идеале, потому что это действительно интересно. Давай я сейчас все-таки скажу правильный сорт, а то мы тут гадаем, какой слав. Слушай, а ну, ярослав храбрый. Болеслав, ты не поверишь. Болеслав? Болеслав храбрый. Болеслав храбрый. В общем, это серия польских гибридов, так называемая королевская серия, где используется в селекции сорта финские, которые считаются наиболее зимостойкими, в том числе и у нас в регионе. И их гибридизируют сортами немецкой селекции, чешской, польской. В общем, те, которые больше отличаются большим разнообразием от сетков. Ну и, в общем-то, это для рододендрона, вечно зеленого, который мог бы расти у нас, это действительно очень уникальный цвет. То есть совершенно редкий цвет. Слушай, ну вот а для обывателя, например, вот они все похожи. Вот я не могу по листу отличить от Котовбинский, от Якушиманского и от Смирнова. Ну, по листу их отличить можно. Во-первых, конечно, это гибриды. То есть здесь, скорее всего, участвовал ни один вид, ни один рот. Точнее, один рот, но ни один вид. То есть в пределах секции это все скрещивалось. И часто установить родительские пары не представляется возможным. В частности, в Мониту известна только одна пара родителей. То есть один родитель. А второй родитель стоит в знак вопроса. Кто с кем опылился, никто не знает. Ну, можно как-то дать, вот какие лучше, например, что лучше, Котовбинский или Якушиманский? Они разные. Якушиманский, он относительно низкорослый. То есть больше метра он никогда не будет. Это будет широкий и разваливающийся куст, который максимальная его высота – это метр. Но я думаю, что даже ниже, сантиметров 60. Но в лучшем случае, в идеальных условиях, он поднимется на 120-140. Ну, вряд ли больше. Часто здесь один из сортов. Это фантастика вот такого теплого, красновато-розового цвета. Карминовый просто потрясающе. Цветет, конечно, обильно. Красота страшная. Ну, это широкий куст. Плоский, невысокий. Вот тут уже насекомые прилетают, шмели опылять. Котовбинский достигает большего размера. Якушиманский и рододендрон происходят, если я не ошибаюсь, из Японии, с острова с одноименным названием. Рододендрон Котовбинский и его многочисленные сорта, в принципе, это группа сортов довольно устойчивых в нашем климате. Они происходят из Америки, из Северной Америки, где растут в Подлеске, в Пенсильвании, вот в этой части. То есть, восток Северной Америки. Они могут достигать высоты 2,5 метра. Ну, в теории, на практике, конечно, вряд ли они будут сильно выше 2 метров, и то в идеальных условиях. У них довольно холодные оттенки. Вот здесь видно, бутоны только сейчас распускаются. У них относительно холодные оттенки розового, пурпурного, сиреневатого, более холодные оттенки, чем, скажем, вот у этого Якушиманского. Ну и вот тут популярные листопадные азалии тут еще затесались. Мы еще не закончились вечно зелеными, но хорошо, здесь затесалась какая-то популярная азалия. В данном случае это сорт сатоми с бледно-розовыми цветами. Это, я так понимаю, японская азалия, да? То, что называется. Азалии называются целых 2 группы рододендронов. Одни из них вечно зеленые, другие, которые у нас не зимуют, и похожи по Габитосу на вот это вот. А другие, это листопадные. Поэтому я думаю, что это сложный гибрид. Я просто сходу не могу сказать. Ну понятно. Туинзовы родители. Но, в принципе, если мы так перескочили на листопадные, серия Лайтс, наверное... Серия Лайтс, да, мы рассказывали. Но это не Лайтс. Это не Лайтс. Это, скорее всего, Непхил или Кэтбери. Надо просто смотреть. Вот, кто из них. Ключевое слово Непхил, я вспомнил. Я бы скорее Лайтс сажал. Они все-таки точно, однозначно зимостойкие и лучше сохраняют цветочные почки. Вот эти ребята могут их потерять в холодную зиму. То есть, скорее всего, растение не погибнет, но обильное цветение оно утратит. Поэтому берите либо финские сорта, ну, листопадных, но у них мелкие цветки, либо серия Лайтс все-таки надежнее. Это для теплых участков. И, кстати, надо сажать на солнце, в отличие от этих, от вечно зеленых. Мы перепрыгнули, мы не рассказали до конца о вечно зеленых и перепрыгнули. Я предлагаю тебе, Витя, передвинуться к тому красивому цветущему, вечно зеленому рододендрону. Здесь еще минимум несколько штук, которых мы не сказали ни слова. Хорошо, давай. Значит, ты в Бинск. Значит, рододендрон Кэп Коннингс Хэм Вайт. Он довольно рано цветет. Из его недостатков то, что он часто может давать цветение осенью. То есть, у него летом закладывается почка, осенью они расцветают, и весной цветение менее обильно. По-моему, это сорт рододендроны кавказского или, по крайней мере, с его участием. Он белый, он устойчивый. В более теплых странах, в частности, в Германии, его стригут в изгородь даже. Да, вот ничего. Отлично, зеленая изгородь из рододендроны, там, где это возможно. Ну, вот этот вот прекрасного оттенка Болеслав Храбрый. Польская селекция из королевской серии. Далее здесь у нас гибрид. Нет, не гибрид. А, сорт рододендроны Смирнова Мельцер. С такого довольно... Ну, вот уже видно, холодноватый оттенок. В принципе, я знаю, что в ботаническом саду они растут. Как вот в частных садах. Я думаю, что все будет хорошо, но, опять же, нужно выбрать подходящее место. Вот здесь еще какие-то шикарные сорта, в частности. Блю Питер. Да, Блю Питер. Грустный Петр. Я думаю, что это говорит о его настроении. Хотя, я думаю, они хотели сказать, что он синий. Но он, конечно, холодный, но не синий. Красивый сорт. Просто потрясающе. И, честно говоря, вот еще один сорт. Гибрид Смирнова, рододендрон Градито. Ну, да. Здесь вот похоже, что он Смирнова. Но здесь вот наполовину утрачена его пушистость. На чуть-чуть есть. Еще очень большой популярностью пользуются вот такие яркие штучки. Ну, в частности, это сорт Scarlet Wonder. Сорт рододендрона Фореста. Но это, конечно, надо пробовать. То есть, я бы не сказал однозначно, что эта вещь может быть устойчивая. Точнее, не так. Не с укрытием, да. Нет, скорее всего, он будет зимовать нормально. Потому что ему дают максимальную высоту 70 сантиметров. И я думаю, что даже если он достигает метра, скорее всего, он будет зимовать под снегом. Но, опять же, бесснежная холодная зима, неблагоприятная, допустим, вот. Ну, как у нас погода часто любит устраивать. Плюс 10 в декабре. Может быть, фатальный. Да, минус 30 в январе без снега, то это может быть действительно фатальный. Но это для многих растений может быть фатальный. Да. И вот там я вижу еще один какой-то очень яркий сорт. Возможно, это этот же сорт рододендрона Фореста. Сейчас посмотрим. Нет, это еще один сорт. Этот сорт называется бенгал. Бенгальский. Как интересно. Судя по всему, тоже низкорослый. Да, он тоже низкорослый. Но здесь даже не указано происхождение. Но тоже, опять же, до метра высотой. Их можно сажать. Но надо понимать, что это такая же экспериментальная штука в нашем климате. Как, скажем, магнолии. Но с другой стороны, если быть честным, практически все рододендроны в нашем климате – это растения, которые не являются абсолютно надежными. Это не условная еле обыкновенная. Конечно. Но они того стоят. Да, но они того стоят, потому что они дарят вот этот праздник весной. И сейчас мы подойдем еще к одному рододендрону, совершенно карликовому сорту, название которого я вынужден посмотреть и показать вам. Это рододендрон импедитум. А, вот сорт бухловица, видимо, чешское или польское название. Не надо так смеяться над хорошими названиями. Я понимаю, что это выглядит. Бухловица – это хорошо. А, рододендрон плотный. Вот, кстати, интересно. Вот именно этот рододендрон у меня прекрасно живет. То есть, несмотря на то, что у меня известняки, несмотря на то, что на этикетке написано по H4045, его сорт Азурика прекрасно у меня живет уже не один год. Очень красивый. Правда, в торфяной подушке, но без полива водой, которая жесткая, но тем не менее. И у рододендрона плотного есть характерная особенность. Из-за того, что у нас длинный световой день сейчас, он не становится плотным. То есть, вот эта подушечка, которая здесь вот такая очень компактная и именно этим привлекающая, годовые побеги у нас будут больше, чем в регионах с более коротким световым днем. То есть, из-за того, что у нас есть белые ночи, у нас рододендрон плотный перестает быть таким плотным, как от него ждут, исходя из его названия. Вот. Все мы показали. Мы еще Азалии можем посмотреть, да? Да, пойдем посмотрим Азалии. Раз пошла такая бухловица, режь последний огурец. Мы нашли Golden Lights, желто-оранжевые цветки с приятным нежным ароматом. И мы нашли еще одну набуку крупномерную. Смотри, мы еще... И, и, и... Вроде рододендроны здесь закончились. О, смотри, мы там что-то еще есть. Круто. Ага, вот еще сорт. Сорт рододендрона даурского стаката. Тоже вечно зеленый. И желтый нарисован. И, и, и... Ксардас. Ксардас? Ну, их очень много сортов. Их... Причем Ротшильды увлекались их селекцией. То есть это не просто какие-то... Не просто какие-то дураки. А Ротшильды. Это было модно тогда. То есть вот эта серия... Кэтбери... Слушай, ну очень сложно разобраться. Очень генские Азалии. Да, в принципе, есть прекрасная книга... А это даже не знаю... Эйла, Эйджа, Эйя. Есть прекрасная книга Светланы Ворониной по рододендронам для северо-запада. Она доступна в продаже. Если вы хотите действительно разобраться во всем ассортименте рододендронов, то лучше, конечно, начать с ее приобретения и изучения. Потому что она действительно занимается выращиванием рододендронов в своем саду больше 30 лет. И ее опыт... Или пригласить ландшафтного дизайнера. Да. Только ландшафтный дизайнер должен знать, с чем он работает. Да. Потому что по умолчанию вам, скорее всего, посадят большой красивый букет сорт Кэтберинского рододендрона, в лучшем случае. Но, скорее всего, вот эти вот растения даже большего размера в два раза называются на жаргоне ландшафтников букет. Потому что это действительно очень красиво. Вот все приходят в садовый центр и сразу видят такое. И уже не обращают внимания на прайс. Здесь, кстати, довольно скромный прайс и скромный букет, и красивый сорт, и, скорее всего, будет который у нас жить. Но, опять же, мне кажется, что рациональнее посадить все-таки небольшой, и дать им возможность вырасти. Потому что красивый букет – это больше рисков просто. Первый год он, как правило, вот такой. А после зимы, очень часто, если вы не укрываете, не строите специальное укрытие, это довольно печально может быть. Ну, мы знаем, что с возрастом у растений морозостойкость повышается, поэтому чем меньше мы посадим, тем он как бы больше будет привыкать, наращивать корневую систему. Он нарастет, да. Если вы его правильно посадили, если вы посадили его подходящее для него место, он начнет довольно быстро развиваться. Для рододендрона годовой прирост там 30 сантиметров – это не проблема. Особенно если мы берем те сорта, которые сорта финской селекции на основе рододендрона короткоплодного, там при росте могут быть вод. То есть он действительно достигает размеров трех метров и со временем это вырастает. Но Катывбинский немножко скромнее, но он тоже достаточно большой. Еще с ними какая проблема? Ну, это, наверное, долгая история, скорее для зимы. Во-первых, они разваливаются снегом, во-вторых, они горят весной, во-вторых, они горят весной, и в-третьих, они могут смерзнуть. Но это, наверное, другая история не для сегодняшнего разговора. Да, не будем углубляться настолько глубоко. В общем, почти все рододендроны, которые представлены здесь, я думаю, будут вас радовать не один год, и вы можете подобрать нужного размера, нужной высоты, нужного тона. И практически на любой вкус. Да, да. Сегодня здесь очень отличный ассортимент. Ассортимент просто, да, потрясающее выражение. Я прямо даже себе бы чего-нибудь взял, просто я боюсь, что, опять же, оно все проживет два года и сдохнет от известняков. А от жесткой воды. Ну вот PJM Elite у меня прекрасно себя показал. А, кстати, мы про PJM не сказали. У тебя карельский перешейк. Проблема в том, что рододендронам, как и всем вересковым, нужна кислая почва, кислая реакция почвенного раствора. Поэтому, если у вас участок находится к югу от города на Ижорской возвышенности, если в вашем чайнике образуется накипь, то, скорее всего, рододендроны не для вас, либо для них нужно создавать специальное место. Юрий Борисович Марковский в своем саду Володарской, около Стрельной, он просто действительно сделал посадочные места с большим количеством торфа, причем отделил вот эту вот торфяную подушку от материнского грунта битым шифером, битым гранитом каким-то и так далее. То есть и нужно их не поливать той водой, где есть, соответственно, соли, кальция, да, соли, кальция и магния. Дождевую воду я основной ноги собираю. Я собираю, да. Кстати, та же история с магнолиями, но магнолии все-таки менее чувствительны к извести, к щелочи, чем Вересковы. Вересковы в этом смысле на особняком стоят. Даже про гортензии. Гортензиям вообще наплевать, что вы про них не говорили. Я хотел тебе еще рассказать про PGM Elite, потому что меня спрашивали, как он себя показывает у нас. Меня пугали, что он будет свести до моего приезда на дачу в конце апреля. В итоге он у меня начал зацветать только в 20-х числах мая. Это нормально. Они такие зацветают. Совершенно прекрасно. Вместе с форзицией. Это так поздно форзицией зацветают? Да. Чудеса. Тоже, как же мне и обещали. Не как в ботаническом саду. Все, на этом мы заканчиваем репортаж, чуть не сказал, со строй площадки, пока кто-то вставляет растения. Здесь, в принципе, схожие. Визит, спасибо тебе большое, что ты немножко нам помог разобраться. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!